Всем привет дорогие друзья, с вами Илья и сегодня хочу вам показать свои новые чайные покупки. Многие наверное знают, что я увлекаюсь. Ну да, это мое увлечение, чайная церемония, то есть что-то связано с чаем, там покупка каких-то новых предметов. У меня есть чайный столик, если кто не видел, переходите на видео, которое указано в описании. Я делал видео про чайную церемонию. Вот, а сегодня я вам покажу, что я купил, что у меня новое из этой тематики. Ну что, поехали! Ну что, сначала хочу вам расскажу, что у меня вообще нового, что изменилось. У меня до сих пор чайничек, в котором я завариваю улуны, это зеленый чай. Как знаете, если вы заварите чай именно вот в глиняном чайничке, то чаи мешать нельзя. Если вы будете заваривать здесь пуэр и зеленый чай, то это будет плохо. Ну или там, конечно, пуэр это бирюзовый чай. Так, дальше. Вот эта штука называется, по-моему, море чая. Вот, она у меня треснула. Благополучно, не знаю, с чем это связано, потому что, ну, все-таки горячая вода заливается, она глиняная, но подтекает немножко. Ее я хотел заменить. Вот, наверное, больше ее использовать не буду. Использовал ее для заваривания пуэра. Потому что, когда вы завариваете в одной чашечке пуэр, потом переливаете, здесь чай смешивается, обогащается кислородом, и после этого вы уже разливаете по пиалам. Ну, вот, ну, купил сегодня такую штучку, которую буду использовать как раз для пуэра. Вообще, все чайные, вот эти наборы вещи, они нифига не дешевые. Потому что, ну, любое хобби, оно стоит каких-то денег. Вот, и купил себе вот такой вот чайничек. Стоит это, это, кстати, оценка. Стоил он 810 рублей. Вот, начал стоить 500 рублей. Это глиняный чайничек. Вот, почему он оценен? Ну, бывает такое. Вот здесь, видите, немножко отколото. Но меня это не смущает. То, что вещь, в любом случае, это новая. Например, она поступает в магазин, но там мы видели, что, например, отколото какая-то часть. Но меня крышечка не смутила. Я решил себе взять. Вот, буду использовать для заварения пуэра. Очень хорошо на носике изнутри находится ситечка небольшое. И когда все чайники пуэра, листики, они не будут попадать ко мне в чашечку, в гайвань. Ну, вот такая прикольная штучка. У нее, если видите, такие нашивочки есть, чтобы ваши пальцы не обожглись. От нагревания глины. Вот, дальше. Купил себе такую плиточку пуэра. Это 2008... Нет, 2010 год. Да, это 2008 год. Да, 2008. Что, когда купил свою первую плиточку пуэра, ну, почему-то мне понравился именно прессованный пуэр. Первые 2-3 месяца вкус был, ну, реально такой земляной. То, когда он вылежался уже полгода, вкус прям, вот тот вкус земляной пропал. Теперь отличный вкус. Ну что, будем пробовать. Дальше. Из чайной утвари такая штучка у меня появилась. Называется сушилка для пиал. Вот, все дерево у меня, которое используется, оно темного цвета. Что за штука такая интересная? Давайте я вам сделаю немножко вот так вот подальше. После того, как вы провели свою чайную церемонию, помыли свои пиалы, чтобы они сушились, и также для того, чтобы их хранить, можно использовать вот такую вещь. Сушилка для пиал называется. Сделанная из дерева. Какое дерево, без понятия. Мне понравилось внешне, как это выглядит. Ну и функционально. Они не будут пыриться, потому что сейчас они у меня стоят вот таким образом. Но мне это не особо нравится. А так будет красиво смотреться. Такая сушилка для пиал. Купил себе такой небольшой амулет. Такой же амулет у нас попадался еще в Таиланде, когда мы были там. Но вот решил себе на чайную полку повесить такой вот красненький. Что означает, честно, без понятия. Многие уже, наверное, видели во вложках. Однажды я снимал. Начали делать такую вещь. В Россию привозить смола пуэра. Стоит 60 рублей 1 грамм. Вот здесь вот 2 грамма. То есть такие небольшие плюшечки. Сейчас я вам сфокусирую. Вот. Такие небольшие плюшечки. Здесь смола пуэра. Просто кидаете в чашку, разъявляете кипятком, и у вас вкус просто обалденнейший. Дальше. Купил себе такую тряпочку. Давайте. Тоже для чайной церемонии. Для чего используется. А, здесь даже можно вот так вот открыть. Когда вы где-то что-то пролили, чтобы протереть чайник, чтобы протереть, не знаю, там, руки, нужно использовать такое вот полотенчико. Мне понравилось по цвету, по вообще оформлению, и красиво тоже коричневое, прям под весь мой чайный набор. Вот. Такое вот полотенчико. Здесь что-то написано на китайском, но я в китайском не сирен, и мне нравится это просто внешне. Дальше купили мы медовый улун. Ну, открывать не буду, показывать это всего лишь обычный чай. Вот, медовый улун. Купили мяту сушеную. Кстати, если вы будете покупать чай, к примеру, вот здесь улун хватит примерно, я думаю, что если каждый день заваривать, то недели на две, так как мы пьем это не каждый день, вот здесь вот 20 грамм. Купил себе еще, так, осенний тигуанинь. Да. Тигуанин я себе купил, потому что у меня он закончился. И на этом все. Это все мои такие обновки, покупки для чайной церемонии. Вот, надеюсь, кстати, многим было это видео, может, интересно смотреть. Многие, может, тоже начали увлекаться чаем. Мне эта тема нравится. Она реально просвещает, когда вы занимаетесь своей чайной церемонией, ставите определенную музыку и реально наслаждаетесь душой. Вот. Ну что, всем приятного чаепития. Ждите новых роликов. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Илюха. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok